Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и в сегодняшнем видео я вам покажу те приманки, которые отстрелялись в апрельской поездке 2018 года. Итак, друзья мои, с чего же начать? Начну я, конечно, с приманки, которая отработала в этой поездке, ну, безусловно, лучше всех. На самом деле, в этой поездке 2018 года, в апреле 2018 года, мы ловили нестандартно. Ну, я ловил нестандартно для себя. То есть мы перешли на более мелкие приманки и стали ловить рыбу ближе к берегу, вдоль береговых бровок. Почему же мы к этому пришли и почему мы стали так ловить? Больше половины поездки я, конечно, упирался в глубины 6-8 метров. И ставя приманки типа агрессоров, халок, бандитов, 25-х лонгов, бомберов, более массивные, более крупные приманки. Мы на них ловили рыбу, ловили судака, ловили щуку, но в этом году на такого типа приманки, на такой размер, судак ловился хуже, чем обычно. И мы приняли решение не тратить уже время и перейти на более мелкие приманки и поменять горизонт ловли. Возможно, если бы мы сделали это раньше, мы, конечно, наловили рыбы больше бы. Фильм получился бы более насыщенный поимкой рыбы. Возможно, были бы пойманы и какие-то интересные экземпляры, а возможно, было бы поймано и больше мелочи. Тут, конечно, сказать и утверждать что-то трудно. Но у меня совесть спокойна, так как я попробовал и глубины 6-8 метров, даже на 10 мы выходили. И в итоге мы завершили свою рыбалку глубинами 5, даже 3 метра. От 5 до 3. Итак, друзья мои, что сделано, то сделано. Итак, давайте теперь о приманках. В этой поездке очень-очень себя зарекомендовала и хорошо показала приманка финская. Приманка Ессе 11 сантиметров. Приманка с превосходной фурнитурой, просто превосходной. С прекрасной игрой судак ее просто, ну, скажем, не пропускал мимо. На эту приманку клевал не только судак, на эту приманку попадалась и щука. У этой приманки, конечно, на вид сначала лопатка кажется незрачной. Такое ощущение, что эта лопатка просто приклеена и в любой момент может отвалиться. Но на самом деле, если присмотреться, лопатка не просто сверху приклеена, а имеет еще такой шток, который входит вовнутрь воблера и фиксирует еще изнутри эту лопатку. Воблер реально очень хорошо отработал и был фаворитом. На эту модель у нас было где-то 3 или 4 цвета, я уже точно не помню, но отработали вот эти два. Другие цвета у нас особо не работали. Алексей пробовал и старался разловить вот такой замечательный цвет, но у него, к сожалению, ничего не получилось. Как мы заметили, на самом деле работали синие цвета, оранжевые цвета, какие-то такие вот даже не красноватые, а желтоватые цвета. Очень себя сильно зарекомендовали бело-синие цвета. И среди этих цветов был вот такой воблер, воблер от German. Это реплика под GG Bomb 24 Long. На этом воблере, конечно, сильно отметок зубов не видно, но в видео видно, как он ловит. То есть покраска у этого воблера довольно-таки славная. Кстати, в отличие от финской приманки, финская приманка ловила довольно-таки неплохо, но в то же время покраска у ней очень сильно страдала. То есть это вот видно, что воблер буквально за какие-то там 5 дней вот так сильно пострадал. Что же тогда с этим воблером будет через 30-40 рыбалок активные ловли рыбы? Также неплохо себя показал вот такой воблерочек тоже от German. Тоже он бело-синий с рыжим таким пузом. Это воблер Goodze. Реплика под Z-Bets B-Switchers 4-метровый. Такого плана приманка ловят как и в оригинале, так и от реплика от German. Фурнитура стоит тоже здесь достойная. Так же, как и на предыдущем воблере, реплика под Bomber. Следующую приманку я хотел бы показать от Salma. Это приманка Hornet 6 номера. Приманка превосходно ловила судака, щуку. Я думаю, что если бы был активен и окунь, она бы ловила и окуня. Приманка отлично тоже себя показала. В следующих поездках я буду больше ей уделять время. И я думаю, что даже, возможно, должен получиться и какой-то отдельный фильм у этой приманки. Так как эта приманка заслуживает рыбацкого внимания. После приезда я себе приобрел еще несколько цветов этих приманок. И один из этих цветов это вот такой белорыжий. К сожалению, у меня не было именно в той поездке вот этого цвета. И я очень жалею. Так как рыжие, рыжебелые вот такие какие-то цвета работали очень даже неплохо. Я бы сказал, не хуже, чем какие-то голубые, синие, бело-синие, бело-голубые цвета. Фурнитура, кстати, у этих приманок от Salma тоже превосходная. Просто превосходнейшая фурнитура. Следующий воблер, который я хотел бы вам показать, это воблер от Men's 10+. Воблер превосходно отработал. И причем в определенном цвете. Вот такой воблерочек, который уже, по сути, достать в продаже невозможно. Если кто-то где-то найдет, я рекомендую взять. Не обязательно этот цвет. Это в этой поездке у нас отработал вот такой цвет. А так вообще есть у меня и другие цвета. Men's 10+. Вот такого вот малыша симпатяги. Который превосходно ловит судака, щуку, жериха и даже сама. К тому времени, когда я поехал в эту поездку, еще в продаже не появились реплики от German, реплика под Cerubito Deep Shaker, реплика Deep Witcher. Но с выставки мне удалось взять несколько приманок. И среди этих цветов оказался вот такой замечательный цвет. И эта приманка тоже превосходно отработала. На видео даже было видно, что прям вот что не дорожка, то рыба. Фурнитура у этой приманки, к сожалению, не на 5 баллов. Колечки довольно-таки слабоваты. Но, скажем, судака, я думаю, что килограмма на 2-3, она вполне выдержит. Эта моделька 75-я, то есть 7,5 сантиметров. По глубине такой воблер идет где-то 3-3,5, максимум 4 метра. То есть его рабочий диапазон, я бы сказал, 2,5-3,5 метра. Повторюсь, друзья мои, в то время, когда я поехал, такие приманки в свободном доступе еще не были. Но, приехав уже в Москву, я себе приобрел еще и другие варианты этих моделек. То есть 85-й размер я приобрел. Также я себе докупил еще кое-какие 75-го размера. Цвета на самом деле очень интересные. И я думаю, что они должны ловить рыбу. Повторюсь, это реплика под Целюбита, под модель Дип Шекер. У них также идут 75-е, 85-е и 100-е. Есть еще, по-моему, и 120-е. Или 110-е, по-моему, 120-е. Так вот, производитель Герман завез, или, может быть, произвел, больше других моделек нет. Но я знаю точно, что вот пока на сегодняшний момент есть. Это три вида дип-вичера. Дип-вичер – это, да, реплика под дип-шекер. Значит, дип-вичеров, получается, есть три размера. 75-й, 85-й и 100-й. 100-й, скажу сразу, размер под щуку. Крупную щуку. Возможно, по саму. А вот 85-е размеры и 75-е размеры я очень всем рекомендую, просто рекомендую иметь у себя в ящике. Приманки превосходно ловят. Судака, щуку, локуня, жереха. И на них попадается также сон. К сожалению, в последнее время оригинальные приманки от Целюбиты пропали. Их крайне мало в продаже. И знающие рыбаки, что такого типа приманки ловят, стали искать какие-то реплики. Похожие приманки есть и у Косодака. Эти приманки называются Тролл Дэ Дэ. Они, конечно, немного видоизменены. И не совсем это точная копия под Целюбиты дип-шекер. Нету плавничка. Немножко изменена форма. Но об этом я расскажу чуть позже, в другом видео. Я сравню оригинал, сравню Тролл Дэ Дэ, сравню какие-то реплики. Покажу как раз то, что я уже разловил дип-фичер от производителя Герман. И сделаю вот какое-то такое интересное видео. Расскажу о этих приманках и о них поподробнее. В этой поездке я, конечно же, ловил и на бандосик. На свой любимый бандос. Ловил я на разные цвета. На свои любимые кислотные. Какие только цвета я не ставил. Но синего бандоса у меня не было. Синий бандос у меня был от Герман. Бело-такой голубой в точку. Но мы его, к сожалению, оторвали на первых рыбалках. И я его даже особо и не разловил в этой поездке. Но ловили мы вот на такие цвета. И ловили довольно-таки неплохо. Относительно, скажем, неплохо. Повторюсь. На большого плана приманки судак в этот раз ловился почему-то не очень. Но хотелось бы заострить внимание, что вот такие какие-то золотисто-оранжевые, красноватые цвета ловили очень даже неплохо. Ну, это у нас. Может быть, мы им уделяли больше времени. Я не знаю. Но я сделал для себя вывод. Голубые. Какие-то рыжо-красные. То есть, если бы были какие-то вот такие приманки. Приманки вот такого типа. Такого плана приманки. Приманки синих оттенков. Такого плана приманки ловят всегда. Да. Вообще, я очень давно уже заметил, что рыжие, какие-то такие, не все красные, а вот какие-то определенного цвета красные оттенки, они судака всегда приманивают. Больше даже, наверное, какие-то рыжие-красные. То есть, не бордовые. Вот такого, скажем, плана. Вот такие приманки не всегда работают. Хотя они иногда очень сильно выстреливают. Не знаю почему. А вот все же какие-то вот такого плана, то есть, рыжеватые приманки, скажем, морковка. Но обязательно, наверное, приманка должна сочетаться с белым цветом или с каким-либо другим цветом. Что-то типа такого. Желто-рыжие с черным. Вот такого типа приманки, такого цвета, по судаку работают прекрасно. Я бы даже сказал так. Порой зеленые приманки работают хуже, чем желтые, белые, голубые, какие-то вот такие рыжие. Вот для себя бы я выделил бы, наверное, вот такие оттенки. А там, наверное, дело каждого, друзья мои. Бандитов я вам показал. Это, скажем, моя приманка практически номер один. Так же, как, наверное, Халка и Агрессор. Я всегда пытаюсь на них ловить. Они мне чаще всего приносят трофеи. Но, я говорю, в этом году мы ловили на более мелкие приманки. И среди этих более мелких приманок отработала также приманка Хардкор. Точнее, это копия под Хардкор. И копия это от Герман. Покраска у этой приманки, конечно, ну, может быть, я бы сказал, не очень. Так как на эту приманку было поймано, ну, наверное, порядка пяти рыб. И все они были пойманы вот за хвост. Краска, конечно, потрепалась, но у Фина потрепалась краска не меньше. Приманка превосходно отработала. И, кстати, она не вылетала. Фурнитура здесь, скажем, на четыре, может быть, на три с плюсом. Но мне этого хватало, и она не разгибалась. Опять же, если ловить не сильно трофейную рыбу, менять ничего не надо. Слабая фурнитура, она еще хороша тем, я не оправдываю никого, но она хороша тем, когда вы ловите в коряжнике. Вы сохраните свой уловистый воблер, заменив на более слабые кольца или на более слабые тройники. Таким образом, при зацепе у нас или колечки разгинаются, или тройничочки. Но воблер наш уловистый остается. Я, к сожалению, со своим напарником в этой поездке оторвал порядка 15 приманок. Наверное, это было, кстати, из-за того, что на каких-то приманках я и заменил на более усиленную фурнитуру. И в дальнейшем, когда я уже научился на своих ошибках, я искал у себя приманки-разведчики с более слабыми колечками, которые я проводил в коряжнике, которые цеплялись, но при хорошей плетенке такую приманку можно извлечь. Колечки разгинаются. И об этом я обязательно тоже сделаю отдельное видео и вам покажу. К сожалению, все в одном видео уместить невозможно. Многие и так ругаются, Илья, зачем ты делаешь такие длинные видео? Почему? Я не знаю, друзья мои. Наверное, мне хочется максимально показать, максимально донести до вас какой-то полезной, больше дать информации. Опять я ухожу от темы, и мы продолжим. Итак, друзья мои, вот такой воблерочек, или хардкор, или вот реплика от Герман, стоит сущие копейки 200-250 рублей, ловит превосходно. Приманка не вылетает. У меня осталось три приманки, на которые я хотел бы еще обратить внимание. Они ловили, и ловили не хуже других. Ну, это вот приманка тоже от Герман, вот такого синенького цвета. Приманка это Magic Harpoon. Я ее уже неоднократно показывал в других обзорах. Это одна из любимых приманок моего сына. Также, конечно, эта приманка любима и мною. Это Magic Harpoon, или как там его там переводят по-другому. Я еще тот знаток английского. На этом воблере стоит фурнитура просто отменная. Превосходнейшая фурнитура стоит. Здесь вообще никогда ничего менять не надо. Здесь эта фурнитура выдержит любого черта с рогами. Воблер очень уловистый. Особенно вот в этом цвете. Просто бомба. Следующую приманку я хочу вам показать. Я просто поразился. Я увидел в магазине вот такую рыбу-яглу. И решил ее приобрести себе. И эта приманка меня не подвела. Я в нее сильно не упирался. Сильно ей не ловил. Но на видео видно, что опять же эта приманка приносила мне рыбу. В следующих поездках я постараюсь ей больше уделить время. Фурнитура у этой приманки полное говно. Фурнитуру обязательно надо менять. Причем крючки у этой приманки, это приманка от Аква, просто превосходные. Крючки у этой приманки американские от производителя Eagle Club. Бомба, а не крючки. На самом деле, родные крючки от Eagle Club просто охрененные. И здесь они как раз такие и стоят. Но кольца и петли у этой приманки просто никакие. Петли я бы сказал, что в этой приманке просто одноразовые. Вообще, воблер получается из-за этих петель, к сожалению, практически не одноразово. Если мы поймаем на него трофей, то он будет одноразовым. Петли выгинаются. Туда поступает вода. Воблер начинает пить воду. Воблер перестает ловить рыбу. С кольцами все проще. Кольца полная стоит хрень, но мы их меняем на хорошие и все отлично. Уважаемый производитель компании Аква, мы все вас очень просим. Особенно я. Ваши приманки очень уловистые. На самом деле, очень уловистые. Но обратите, пожалуйста, свое внимание на петли. Именно на петли, которые выходят из воблера. Они очень слабые. Проволока очень тонкая. И при поимке трофейной рыбы петли кнутся, ломаются, выгибаются. Они никуда не годятся. К сожалению. Но воблер, я вам скажу так, уловистый. Он ловит. Ну а стоит этот воблер вообще сущие копейки. Я этот воблер приобрел за 150 рублей. И напоследок, друзья мои, я хочу вам показать супер-пупер уловистый воблер. Супер-пупер дорогой воблер. Супер-пупер мегабасс, друзья мои. Встречаем. Deep X300 от Megabass. Очень уловистая приманка. Очень. Но стоит этот воблер бешеных бабок. Кто-нибудь, друзья мои, сделайте рабочую реплику. Сделайте. Воблер стоит в розницу 1400, 1500, даже 1600 рублей. Вы это можете представить? Это воблер, друзья мои. Воблер. Воблер имеет систему дальнего заброса. Воблер превосходно летит. Воблера можно ловить, как и в заброс. Как и троллингом. Ну, воблер просто песня. Такой воблер, в принципе, я рекомендую держать в коробке каждому. Единственное, за такие деньги у этого воблера очень слабые тройники. Очень. Относительно, конечно. Но за такие деньги, друзья мои, я бы хотел иметь более мощные тройники, чтобы ничего не менять. Хотя, наверное, такие слабые тройничочки, они спасут нашу дорогую приманку именно в корягах. Вот. Воблер просто превосходный. За превосходную цену 1400 рублей. Все, друзья мои. Вот, наверное, это те приманки, которые меня порадовали в этой поездке, которые меня удивили в этой поездке. Которые приманки меня расстроили в этой поездке. Я, к сожалению, с собой не взял. Показать я их сейчас не смогу. Но такие тоже были. Хотя, нет. Один воблер я вам все-таки покажу. Да, друзья мои. Это мой мэнс белого цвета, который меня расстроил в этой поездке. Я на него не поймал ни одной рыбы. Ни одной. Да, друзья мои. Вот этот белый мэнс, он у меня не отработал в этой поездке, ну, никак. Единственное, на что я грешу. В октябре, в октябрьской поездке, мой воблер был пробит. Если видно, вот здесь, вот тут такая шишечка торчит. Как бы вам так показать. Короче, этот воблер уже просверлен, высушен и забит чопик в него. Вот после этого ремонта воблер мой, ну, пока ничего не ловит. Я не знаю, с чем связано. Я еще летом, конечно, буду на него ловить. Летом эта приманка всегда работала. И если она перестанет ловить летом, значит, мой воблер, к сожалению, испорчен. Возможно, может, там шарики заржарели. Я не знаю, что. Потому что вода в нем очень долго была. Я не сразу его высушил. Оттуда потом вытекала ржавая вода. Но я его все-таки на батарее высушил. Просверлил дырку, высушил. Воды там больше не было. Забил чопик. Чопик проклеил. Забил его. Заколотил туда его. Зубочистка это была. И сверху еще промазал клеем. А потом еще промазал лаком белым. Вот так. Ловил его брат неплохо. Это красный мэнс. Вот такой вот красно-желтый. Я не знаю, рыжий-желтый. Вот такой цвет. Красно-желтый, наверное, с такими полосками. Вот такой мэнс ловил. Очень неплохо. Это старые мэнсы, друзья мои. С тремя тройниками. Тройники здесь заменены на разные. То есть, как бы, тут... Здесь я просто менял их уже от себя. Здесь ни одного родного нету. Тройники родные стояли здесь плохие. Вот. Это мэнс 20+. Мэнс стрейч 20+. Мэнсы вообще ловят отлично. Но ловят вот старые. В синеньких таких, белосиненьких, бумажных коробочках. Или в тубусах. Сейчас продаются текстурные мэнсы. И эти текстурные мэнсы, так они текстур, по-моему, называются. Мэнс текстур. Они ловят уже хуже. Они с двумя тройниками идут. Сделаны они уже, видно, на другом заводе. У них уже немножко, как бы, не то что форма, но структура самого воблера, она немножко видоизменена. И по какой-то причине воблера ловят хуже. Это факт. И этот факт могут подтвердить все, кто фанаты, настоящие фанаты мэнсы, кто ловят на эти мэнсы очень давно. Как и я. Вот. Такие люди могут это подтвердить. Вот такой воблерок я себе приобрел перед поездкой. Это бомберок. Фэт фри шат от бомбер. Вот на такой воблерок я ничего не поймал. Даже скажу больше. Этот воблер мне пришлось регулировать. Воблер вылетал. Вот так, друзья мои. Это бомбер. Еще я хочу напоследок вам показать еще один из уловистых цветов. Я сейчас спустился вниз в своей коробке, в своей заначке, и достал его специально, новый воблер, чтобы вам показать. Я, к сожалению, в апресской поездке две приманки такие оторвал. Два таких цвета оторвал. Ловили они просто превосходно. Вот такой цвет, друзья мои. И опять мы наблюдаем рыжие, желтое и практически ни капли зеленого. Вот о этих приманках я вам и хотел рассказать в этом видео. Поделиться своей информацией. Донести ее до вас. Это видео немножко затянулось. У меня не было возможности, не было времени отснять его. Такого плана видео будут выходить после каждых моих поездок. Такие видео называются у меня в плейлисте. Они уже есть. И они называются Отчеты по воблерам, те, что отработали, и перечисления в определенной поездке. Скажем, отчеты по воблерам, те, что отработали в апрельской поездке 2018 года. К примеру, вот так. Они уже есть у меня в плейлистах. В плейлистах полезные. Такие видео, я думаю, что для вас будут очень интересны, продуктивны. В этих видео я не распаковываю какие-то посылки. Не рассказываю какую-то ахинею. В таких видео вы видите именно те приманки, которые реально в рабочих условиях отработали. Которые принесли определенное количество рыбы. Причем это закреплено именно даже в видео, которое вы увидели раньше. Непосредственно с определенной поездки. Вот как-то так, друзья мои. На этом, наверное, все. Я с вами прощаюсь. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благов. Алексей, посмотри, как он сошел вовремя. Поздравляю, Леша. Поздравляю. Ну, это помельче. Ну-ка, углерочек какой у нас. Вот такой пятнистый, синенький. Вот Герман.